Привет! Мы с вами находимся недалеко от станции метро Аэропорт Зеленой Ветки. И здесь, около как раз от Ленинградского проспекта, в районах Сокол и Хорошевский, северного административного округа, и до 2-й Песчаной улицы проходит Чапаевский переулок. Ну, недалеко находится как раз у станции метро Аэропорт. Сокол тоже неподалеку. И переулок в двустороннем движении автомобильных транспортов, одной полосе в каждом направлении, длина его составляет около 900 метров, ну, почти километров. Переулок появился еще довольно давно, в московном селе Всехсвятском, который здесь находился, вот, появился он в начале 20-го века, и назывался тогда Гимназический, по находившейся на нем Гимназии. Ну, в 2017 году село Всехсвятское, в котором, в том числе, проходил и появился переулок вот этот вот нынешний. Ну, возможно, не в том виде, как он сейчас есть, но примерно вот в этом месте, примерно в таком виде. Соответственно, это село Всехсвятское вошло в состав Москвы. Ну, и в 1931 году переулок был переименован в память о легендарном командире дивизии Красной Армии во время гражданской войны в России Василии Чапаеве. Жил он в 1887-м, в 1920-м году, родился он в Чувашии, в христианской семье, в 1934 году пошел в армию, участвовал в Первой мировой войне, в 1914-18 году получил звание подпрапорщика, был избран командиром 138-го запасного пехотного полка, а в 1918 году, уже после победы революции большевиков, в 1918 году, да, соответственно, командовал, уже был комиссаром внутренних дел Николаевского уезда. Также сформировал Красногвардейский отряд, вот, и подавлял Кулацко-Северский мятежи в Николаевском уезде. Также командовал бригадой в боях против Уральских, было Казаков и Белочехов, а потом был начальником 2-й Николаевской дивизии. Потом учился в Академии Генштаба, и в 1912 году был направлен на фронт и назначил в 4-й армию командиром особой Александра Гайской бригады. Потом командовал 25-й стрелковой дивизии, отличившись в Бугуруславском, Белебеевском и Финском операциях, во время которого вступление Восточного фронта против войсков ЧК. В том числе она освободила армия под командованием Чапаева в город Уральск. Но вот в ночь на 5 сентября 2019 год белогвардейцы напали на штаб армии Чапаева, в Лубищенске, ныне город Чапаев, в Казахстане он находится. И в результате Чапаев получил ранение, пытался переплыть реку Урал, но был убит во время переплытия этого. Вот такой легендарный образ Чапаева. С Москвой Чапаев был мало связан, хотя, конечно, на реках бывал в Москве. Ну, естественно, постоянно не жил здесь, но образ легендарный, это образ, так сказать, борьбы за новую власть против, соответственно, сторонников и еще старой власти, царского режима, белых, как тогда их называли, да. Поэтому вполне понятная причина, почему назвали переулок в раннесоветское время. В 1920-30-х годах в переулок было построено несколько общественных зданий, а вдоль несчетной стороны у переулка был разбит парк, который сохранился до сих пор. В 1940-х годах вдоль черной стороны переулка появился квартал сталинских жилых домов. В начале 2000-х годов был построен здесь жилой комплекс «Приумф Палас», самый высокий жилой дом в Европе. Ну, и вот как раз, собственно, этот жилой дом, собственно, он имеет номер 3, и он 57-этажный, хотя состоит из 9 секций разной этажности, но до 57 этажей. Высота его около 265 метров, здание классической архитектуры в монументальном стиле 1350-х годов, облицованным рамором, а также травертином и керамогранитом. Шпиль установлен на 8-гранном основании высотой 3 этажа. Есть также снотровая площадка у основания шпиля, 5-уровневый подсемный гараж. Вот, был построен на месте недостроенного стадиона, это такой небоскреб, считается самым высоким жилым зданием в Европе. Вот, значит, построен он был в начале 2000-х годов. Вот, ну, а, соответственно, и считает иногда его 8-мым сталинским небоскребом. Ну, как бы есть 7 высоток, да, вот московских, знаменитых, но вот это как бы считается 8-мым. Ну, конечно, уже она построена далеко не во времена Сталина, а уже значительно позднее, совсем, в принципе, недавно. Вот, из окон открывается, естественно, хороший панорама Москвы. Есть парадный подъезд, выходит как раз в сторону Чубайского парка. Вот, на территории этого комплекса находится также бизнес-центр. Три самых верхних этажа занимает бутик-отель «Кюнг Палас». Вот, это делают его самой высокой гостиницей в России и в Европе. Каждый номер, причем, выполнен в своем стиле, посвященному одному из городов мира. Вот так. Ну, и помимо вот этого жилого комплекса, также в этом переулке находится еще несколько жилых домов, и здесь, в принципе, немного, 5, 7 и 8-ми этажные, уже построенные в советской вне 50-х, 60-х годах. Вот, и также 12-этажные дома под номером 5 корпуса 1 и 2, построенные в 1774 году. Ну, и отмечу, что в 7-этажном доме, по номеру 18, в 1951 году постройки, в котором на первом этаже находится универсант и также Управление социальной защиты населения района «Сокол», в 1664-м, в 90-м годах, в той же своей смерти, фактически, жил футбольный влотарь, который считается лучшим вратарем мира 20-го века, владелец Кубка Европы, олимпийский чемпион Лев Яшин. Ну, и помимо жилых домов, также в этом переулке находятся несколько нежилых строений. Это поликлиника, здание под номером 4, двухэтажное, 1941 года постройки, детская музыкальная школа имени Дунаевского, здание под номером 5А, 1056 года постройки, Долгопрудненский исследовательский центр по автоматизации бухгалтерского учета, здание под номером 6, здесь, причем здесь до 1929 года находилась вот та самая гимназия для мальчиков и девочек в селе Всехсвятском, по которой как раз раньше этот переулк назывался гимназический. Ну, и рядом находится обычная школа, так называемая немецкая школа, здание под номером 6, строение 2, номер 1249, первые упоминания о школе относятся еще к 1929 году, когда вот здесь, в этом еще тогда гимназическом переулке, поселка Песчаный, была открыта первая ударная школа. В 1936 году первый ударная школа получила номер 144, в 1930-х годах Всехсвятая школа начала работа первая школа военно-воздушных сил, которая просуществовала до 1655 года. Для этого времени было подготовлено более 5000 вторшеклассников к поступлению в авиационные и другие военно-технические училища. Среди ее опускников были десятки ученых и военачальников, летчики-испытатели, летчики-космонавты, участники Комаров и Дюмин. Чуть подальше находится гостиница «Сокол», здание под район 12, в форме самолета она построена, это бывшая гостиница Московского военного округа. Во время Великой Отечественной воды здесь жили летчики, которые защищали небо Москвы с Хадынского аэродрома, который находится неподалеку, на Хадынском поле. Вернее, скажем так, находился тогда. Сейчас уже застроен, а тогда находился. Это трехэтажное здание, в 1936 году построили, огороженное. И затем завершает уже переулок бизнес-центр «Сокол Плейс», здание под район 14, это бывший институт «Информ-прибор», а в советское время также назывался «Союзный институт технико-экономической информации», или еще «приборостроение», построенный в первой половине 20 века. Реконструировано было здание в 1994 году, в 2007 году здесь прошел сильный пожар. Ну и отмечу, конечно, также Чапаевский парк, хотя, ну, такой довольно-таки, в принципе, не очень большой, но, в принципе, вполне себе пригодный для прогулок. Еще называют его парк авиаторов, потому что в окрестностях парка расположено большое количество авиационных предприятий и учебных заведений. Вот, находится он между Ленинградским проспектом, вот, Чапаевским приулком и проездом аэропорта. До революции в 2017 году здесь была малая Всехсвятская роща, ну, понятно, потому что находилась его Всехсвятская, ну, а затем было братское кладбище для воинов, погибших в годы Первой мировой войны, и для сестер Милосердия московских общин. В середине 320-х годов кладбище было закрыто, в 1930-х годах на его территории велись работы как раз по строительству метро, и как раз вот был разбит вот этот вот парк. Ну, сначала такой скверик небольшой, а затем он превратился в парк. В конце 1940-х годов все из-за строя краю на Печаных улиц неподалеку кладбище полностью было ликвидировано, вот, и, соответственно, с 1936 года этот парк назывался Детский парк культуры и отдыха Ленинградского района, который здесь находился. Сейчас это район на Соколе-Хорошевске, да, вот где проходит этот перевод, а в советское время это был Ленинградский район, большую территорию. Вот, в 1970-х, в 80-х годах у входа в парк со стороны Ленинградского проспекта были установлены бюсты авиаконструктора Яковлева, ученого в области авиации Николая Строева. Также памятный камень мы видим авиаторам, испытателям и защитникам неба, погибшим на Хадынском поле, который был установлен в 2008 году на лее парка. Есть также в парке детские спортивные площадки, роллер-дрон, площадка для выгула собак, скани, искусственное освещение, дорожки плиточные, клубы, цветники летом. Также по периметру парка выслежена живая изгородь, искренно топли, березы, липы и других пород деления. Вот здесь этот парк, наверное, один из самых главных достопримечательностей в этом месте. Ну, кроме того, конечно, этот комплекс «Триумф-палас» тоже заслуживает того, чтобы его посмотреть. Кроме того, как мы видим, сохранилось довольно много старых зданий, школа и гостиница. Хотя они, может, частично реконструированы, но в основе своей это довольно старые здания, еще с раннесоветских времен. Сохранившиеся. Так что, думаю, имеет смысл здесь побывать. Ну и добраться сегодня довольно легко от метро «Сокол», ну или от метро «Аэропорт» и дальше пойти пешком через Ленинградский проспект. И дальше он как раз отходит от Ленинградского проспекта. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!